так ребята всем привет я извиняюсь за задержку у нас были технические неполадки всем привет добро пожаловать на вебинар и сегодня мы будем говорить с вами о том как затопил на 100 баллов и выше меня зовут анастасия я сама стала на 119 баллов и 120 поэтому буду рада поделиться с вами своим опытом для начала напишите мне пожалуйста есть ли звук и видео я на всякий случай сейчас проверю работает ли здесь и работает ли видео поэтому напишите мне пожалуйста все ли есть и тогда будем продолжать отлично так ну что начнем мы с того что я у меня есть несколько объявлений для начала если вы готовитесь уже к тофу и хотите получить более детальную информацию я буду очень рада видеть вас на моем интенсиве по подготовке к тофу который стартует уже 5 мая для того чтобы забронировать интенсив вы просто нажимаете кнопочку под видео и там все дальше работает и на интенсиве мы с вами подробно пройдемся по всем секциям разберем всякие chips tricks для каждой секции и посмотрим шаблоны для speaking и для writing для тех кстати кто запишется на интенсив во время вебинара мы с вами будем разыгрывать два лингва бук поэтому победителей я объявлю за пять минут до конца вебинара 1855 по москве сейчас у нас 1806 так что записывайтесь на интенсив и увидимся на лекциях и для тех ребят кто смотрит сейчас youtube и пожалуйста вопросы мы задаем по ссылке внизу на сайте lingva trip и вообще в принципе запись вебинар вы тоже сможете найти на канале единственное только не на lingva trip tv на котором мы сейчас с вами выходим она просто канале lingva trip поэтому проверяйте пожалуйста если кому то интересно так а сегодня мы с вами в принципе поговорим о пяти главных вещах которые нужно знать для того чтобы задать шоуфл на 100 баллов и выше напишите мне пожалуйста какой балл вы хотите получить а если сейчас одну секундочку я открою посмотрю где у меня высвечивается сама страница где я смогу читать ваши вопросы так минуту и напишите мне пока заодно я смотрю какой у вас какой балл вы хотели бы получить какой балл вы сейчас имеете если вы уже сдавали какой у вас приблизительно уровень английского и мы тогда посмотрим заодно чтобы я немножко так редактировала наш интенсив по теме так 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 смотрю так здесь что-то мне не высвечиваются вопросы ладно пока вопросы не высвечиваются давайте я начну что-то у меня не открывается сейчас минутку а все нашла так давайте посмотрим тогда по вопросам есть ли что-то да я вижу что есть вы скажите я бы хотел сдавать а с дженерал как так самоформа экзамена мне ближе особенно по части speaking где конкретно можно применить сертификат от сдачи да смотрите про аутс обязательно буду рассказывать чуть позже единственное что у нас есть вебинар про тофил про аутс вы конечно можете он в принципе его тоже можно сдавать но единственное что давайте тогда я просто в конце немножко расскажу про аутс давайте сейчас про тофил выше ста хотелось бы ага все хорошо работает хорошо да но смотрите если будет плохо слышно вы не просто говорите да но я попробую как-то вроде наушники у меня нормально должны работать так ну давайте начнем тогда полупорядку собственно пункт 1 так как говорила будем говорить о пяти вещах которые нужно знать чтобы сдать шоуфу на ступалов то самый первый вариант ну самая первая вещь с которой вам нужно начать это определить тип студента которому вы относитесь таких типов вообще приблизительно три во первых это а если у вас уровень например advanced и academic vocabulary 2 это если у вас просто уровень advanced без academic vocabulary и третье это если у вас просто уровень ниже advanced ну или хотя бы даже ниже upper intermediate такого очень уверенного для чего вам собственно нужно понять какому типу студента вы относитесь во первых если вы определите это то вы сможете максимально подобрать план подготовки и вы не будете тратить много времени например если у вас вариант 1 то есть у вас уровень advanced и вы знаете academic vocabulary то вы можете подготовиться всего лишь за несколько дней вам не нужно тратить на это недели месяца года поэтому вам хватит нескольких дней максимум недели за это время вы успеете освоить структуру экзамена пройтись по всем секциям и самый важный пункт вы успеете выяснить для себя что от вас собственно требуется кстати мы этом будем тоже обсуждать на интенсиве мы будем очень подробно проходить про все критерии баллов в каждой секции так как просто на самом деле без этого набрать баллов практически невозможно поэтому прям пройдемся если у вас нет времени то в любом случае обратите внимание что вы именно посмотрите на то что нужно что от вас требуется потому что если вы не знаете что собственно от вас экзаменаторы хотят вам очень сложно это воплотить в жизнь меня многие спрашивают что такое advanced уровень academic vocabulary давайте я приведу пример допустим вы прослушали лекцию на тему ну скажем так или one dimensional motion это кстати звездный параллайн на всякий случай и one dimensional motion это одномерное движение и вы можете без проблем пересказать то что вы услышали то есть если вы поняли около 50 процентов то значит у вас не уровень advanced academic vocabulary значит мы переходим к пункту 2 у вас просто уровень advanced что значит уровень advanced вы можете хорошо изъясняться на английском языке вы владеете можете даже владеть сленгом и возможно живете в англоязычной стране но вам не хватает именно вот этого академического vocabulary как например one dimensional motion или вы не совсем хорошо ориентируетесь физики биологии астрономии именно на английском то есть в данном случае вам помимо того что вы конечно делаете то же самое что и пункт 1 то есть вы смотрите на структуру вы смотрите на то что от вас требуется помимо этого вы также пытаетесь за ну приблизительно где-то за месяц месяц чем-то изучить этот академик в принципе для ответа на вопросы по лекциям вы не то что нужно прям знать сам предмет но вам нужно знать вот эти слова которые будут встречаться и в принципе если вы хорошо разбираетесь в чем-то пока вы будете это все читать и слушать вы безусловно начнете лучше разбираться вам будет намного проще то есть приведу пример у меня была ученица с которой мы занимались вот именно general english для подготовки к топу и мы прям брали отдельно каждую тему ну не совсем прям каждую но вот такие общие блоки например environment или space или допустим астрономии и мы разбирали оттуда основные темы то есть мы читали статьи мы смотрели всякие видео я просил ее делать самый и потом мы делали в красный ринг листами на эти же темы и на самом деле результат баллов был просто колоссальный то есть когда вы приблизительно понимаете вы уже слышите вот эти слова которые вы знаете и вам намного проще понять о чем идет речь даже если какие-то слова оттуда вы все равно не понимаете пункт 3 это если у вас ниже advanced ниже upper intermediate то есть помимо предыдущих пунктов вам также нужно оттачивать грамматику и нужно оттачивать словарный запас потому что словарный запас тогда нужно не только в academic sphere смотреть а нужно также еще разбирать такие какие-то по каждодневные темы смотреть чтобы вы могли изъясняться четко ясно понятно и вы вообще знали что сказать и как это сказать то есть вот это три варианта и когда вы определяете какой у вас собственно тип какому типу вы принадлежите после этого вам намного проще будет уже готовиться к экзамену потому что вы для себя составляете четкий план действий то что вы будете делать и вы уже тогда не тратите время на все остальное давайте посмотрим тогда а кстати о чем я хотела сказать еще о том что если вы оттачиваете грамматику для того что например у вас уровень upper intermediate или там ниже upper intermediate ее тоже нужно учить не просто так что вы открываете учебник и начинаете дальше все подряд смотреть вам нужно постараться вынуть оттуда самые основные моменты во первых посмотреть на какие ошибки вы делаете да то есть может быть вы у меня была ученица которая постоянно делала ошибки present continuous хотя вроде бы это очень элементарная тема но она например постоянно говорила если она рассказывала про то что она делала в процессе или например то что она собиралась в будущем делать она постоянно забывала сказать вот глагол to be то есть она просто говорила там i doing или там i sleeping и вот она это делала просто в каждом своем устном ответе и когда мы начали разбираться оказалось что она в общем то как бы чисто теоретически это знает но когда начинает говорить в общем то она об этом забывает то есть от этого нужно избавляться и мы заодно с вами на интенсиве тоже быстро разберем о том как наиболее эффективно учить грамматику и как ее использовать в рейтинге в лысинге она в принципе вас там тоже можно использовать и в спикинге и рейтинге конечно безусловно потому что хотя вроде бы все говорят ну да грамматика не нужна потому что в тесте ее как бы собственно нет но на самом деле она есть и именно если вы говорите про допустим сочинение и про устную часть то там она вот прям посмотрите на сочинение вот я например когда ко мне приходят ученики я смотрю на сочинение и мне однозначно понятно что вот здесь например грамматика вот тут поэтому поэтому в этом моменте она как бы ее нужно повторить то есть она хромает поэтому это видно изначально и конечно безусловно нужно повторить даже если в принципе у вас уровень невестный вы чувствуете в какой-то теме вы как-то неуверенно себя чувствуете например в parent или past perfect ну или вообще надо бывает там даже кто-то в past simple и present perfect умудряются делать ошибки поэтому это нужно повторить а давайте я посмотрю сейчас есть ли у нас какие-то вопросы и мы пойдем дальше к пункту второму как учить лексику вот как учить лексику это будет мой следующий пункт поэтому давайте сейчас я как раз об этом расскажу за два года как примерно можно подготовиться лучше если я учу английский каждый день грамматика слабый адванс знаю около трех тысяч пятисто тысяч от 300 тысяч слов смотрите дело не в том сколько слов вы знаете то есть это безусловно хорошо что вы знаете много слов но помимо этого нужно еще их знать как помыть к в общем-то совместить в предложение или в сочинение или ваши устные ответы то есть безусловно то что вы изучаете вот почему например я говорю что когда вы изучаете грамматику и vocabulary в принципе особенно academic vocabulary желательно не просто например вы берете список есть например книги там barons vocabulary я кстати очень рекомендую и он для TOEFL и для IELTS тоже есть и там просто вам даются список слов по темам то есть например дается тема environment и у вас там определенные ваши слова то есть на что важно обратить внимание это то что вы не должны вот взять выучить эти слова и посчитать что все вы свою работу сделали вы должны попытаться использовать их в контексте то есть чаще всего сам лучше всего работает тот вариант что вы например делаете ruling glistering после этого вы пытаетесь выписать оттуда все слова видите сколько какие у вас ошибки на что эти ошибки были сделаны вы выписываете слова и с этими словами вы пытаетесь придумать какие-то устные может предложения или попытаться вставить их в сочинение это вообще супер просто работает потому что у меня прям все ученики этим пользуются они говорят что сочинениями с каждым разом прям заметно они становятся все лучше и конечно вы иногда будете делать ошибки в употреблении но тем не менее вы будете простые слова заменять на более сложные и вы вообще будете понимать что за слова вам нужно вставить поэтому здесь обязательно нужно учить в контексте или допустим вы например прочитали статью выписали какие-то оттуда новые слова кстати не нужно выписывать огромное количество потому что иначе вы просто не выучить их и и забросить это дело допустим вы выписали статьи где-нибудь 5 10 слов а потом попытайтесь ее пересказать своими собственными словами с использованием вот этих новых слов которые вы выучите и вы увидите что вам так намок будет проще и запомнить эти слова и затем потом использовать так хочу получить не меньше ста уровень upper intermediate обязательно тогда нужно именно работать с точки зрения академического в икеа виллари плюс развивать и speaking и соответственно вайри потому что ну вот прям так за неделю если у вас а по интимире то вы как бы не улучшите свой балл эстонии получите здесь именно вот вы начинаете делать постоянно каждый день вы пишете например допустим три раза в неделю вы пишете сочинение можно прям изначально взять тольфовский формат и начать писать сочинение как на тропу то есть вы начнете отрабатывать структуру то же самое в спикинге если вы тренируете ваш спикинг то вы пытаетесь вот например берете записи например мы как делаем своими студентами я прошу их присылать где-то приблизительно по 5 ну когда как получается 3 5 вот записей устной их речи на с ответами на вопросы по тофаловскому формату где например вам нужно за 45 секунд что-то сказать 45 секунд это в общем то скажем прямо мало в любом случае даже если вы говорите на русском поэтому чтобы начать вот именно отвечать и получать там например допустим где-то 25 25 нет 24 или даже 26 и плюс на секции спикинг вам нужно именно говорить каждый раз за 45 секунд пытаться ответить на этот вопрос поэтому здесь именно чем больше вы будете тренироваться тем лучше так я 5 мая никак не могу присутствовать можно ли будет присоединиться позже это если честно я не знаю это надо спросить у наших администраторов по моему позже потом уже нельзя вы можете изначально например до забронировать интенсив потом смотреть в записи если вы изначально забронировали то потом конечно запись остается и по моему там в течение чуть ли не года будет оставаться с вами и также у нас есть telegram а где мы сможем переписываться там вы сможете задавать вопросы я смогу отвечать то есть да это безусловно единственно что потом уже кто не забронировал изначально подсоединиться будет нельзя так смотрю дальше вот можно будет смотреть в записи нам пишут так принимают ли сдаю кембридж advanced экзем принимает ли вузах сша или взять на толпу но на самом деле вузы сша конечно предпочитают толпу то есть вы можете сдавать и и да но я бы так сказала что все таки они как они также айлс тоже некоторые университеты берут кто-то не берет принципиально вообще ничего кроме толпу вам нужно смотреть именно рекомендации но в большинстве случаев конечно они предпочитают именно толпу давайте пойдем дальше соответственно пункт 2 что нужно сделать это как раз таки говоря про грамматику вам нужно постараться во время подготовки к тропу именно читать и смотреть прям все что попадается под руку то есть как я уже сказала на лекциях и в текстах на тропу у вас будут вопросы самые разные то есть например от астрономии до биологии до физики или американская история вам может попасть любой момент то есть если допустим вы читаете только то что вам интересно то вам будет очень сложно потом на экзамене потому что у вас знания именно вашего словарного запаса они будут достаточно однобоки поэтому здесь вот именно важно чтобы вы читали вообще все что попадается под руку а какие например могут быть ресурсы я очень рекомендую bbc news первых вы можете 7 use например взять vpr это я вам кстати покажу сейчас ссылку наверное сделаю демонстрацию экрана и покажу это vpr мне очень нравится и vr и news потому что там помимо того что читать можно еще смотреть слушать записи иногда то можно есть видео можно посмотреть прям с тем же текстом и большинстве случаев там можно слушать еще включать и параллельно слушать эту статью потому что таким образом вы еще и не делаете ошибок в произношении потому что изначально слышите как это все будет писало произноситься сейчас минутку давайте я посмотрю могу ли я здесь сделать share screen и если могу то я обязательно вам его покажу так а где он у меня здесь vpn а сейчас минутку не вижу это нет нет это нет и кстати помимо того что еще вы можете использовать можете взять еще ресурс can academy там тоже очень классный на самом деле будут варианты так не сказать я по-моему здесь не делается демонстрация экрана поэтому скорее всего я сделать демонстрацию экрана не смогу да они может быть сейчас момент так так настройки ага показать экран да есть тогда сейчас могу показать экран осталось только выбрать какой это будет экран а вот смотрите пожалуйста не знаю сейчас видно или нет по идее да должно быть видно то есть вот например это тип статьи на npr то есть видите у вас помимо статьи у вас есть еще здесь трек можете послушать 7 минут 22 секунды и он прям все будет вот здесь зачитывать всю эту статью а также второй ресурс то же самое то есть у вас есть видео сюжеты есть сюжеты причем на самые разные видите united states есть USA news есть USA politics есть immigration там world technology science health то есть в принципе у вас здесь есть все ресурсы которые есть такой vocabulary который вам может понадобиться на топу то есть вы прям можете открывать там один день смотрите какие-то новости про world другие про technology третий про science health ну и конечно безусловно если мы говорим про академический vocabulary can academy мне прям тоже очень нравится у них именно для американских студентов есть всякие там видео статьи на самые разные темы там именно специально академические темы и кстати еще такая интересная вещь я постоянно и говорю о пользе чтения книг для подготовки вообще к любому экзамену не только TOEFL ну и в общем для улучшения вашего языка и сейчас есть такая вещь что TOEFL объединился с компанией Lexile и теперь вы можете подобрать себе книгу по уровню то есть если вам например известен ваш балл за секс surveilling то вы можете если он вам неизвестен вы можете просто сделать practice test и он вам станет известен то вы забиваете его в Lexile поисковик и он предлагает вам список книг на выбор я вам сейчас покажу как это будет выглядеть по моему тоже у меня здесь есть этот Lexile так да скорее всего вот здесь например у вас вот смотрите у вас получается здесь вот как выглядит этот сайт и вы прям здесь биваете вы должны пересчитать ваш TOEFL балл в Lexile measure ориентировочно для хорошего балла там например на 100 баллов и выше у вас должно будет от 750 до 900 вот этих Lexile measure и дальше смотрите выбираете submit и вы выбираете тему книг ну вообще какой-то тема которая вам интересна то есть вы можете вообще все из них выбрать можете выбрать какие-то частично и после этого он вам высвечивает книги которые он рекомендует то есть это очень классно потому что у меня большое количество ну Гарри Поттер например кстати тоже очень хороший ресурс и вот он например высвечивает вам какая сложность книги то есть также они это делают и со статьями в газетах и с разными типами книг на книге изначально может тоже написано но в общем то здесь вы можете подобрать по сложности себе книгу почему это здорово потому что обычно люди не знают какую собственно книгу им подобрать что им взять и они всегда пытаются найти особенно что-то по интересам и мало что находят а здесь вы прям можете выбрать список и подобрать себе что вам подходит по интересу и заодно по уровне сложности а чтение книг это прям очень сильно продвигает ваше vocabulary поэтому это я сто процентов рекомендую а давайте тогда сейчас я уберу share screen оставить отлично теперь не видно меня давайте посмотрим есть ли что-то по вопросам с этой секции через microsoft age тоже можно слушать любой текст на любом сайте да кстати тоже отличный ресурс можно ли с уровнем c1 подготовиться 2-3 месяца к трупу конечно в зависимости от того как вы будете готовиться конечно но да в принципе можно чисто теоретически если очень интенсивно работать и опять таки если именно смотреть на vocabulary академический для этого и отдельно тренировать все скиллы да обязательно еще какие то вопросы у нас есть можно показать адрес сайта для американских студентов а can academy сейчас подождите can academy это не надо найти будет что я его изначально не открывала сейчас я его прямо открою он мне очень круто можете курсер тоже взять но can academy он на мой взгляд особенно классный потому что тут рассказывается все именно очень подробно и про каждую каждую тему то есть вы можете брать мы обычно с моими студентами занимаемся вот сейчас тогда я снова сделаю share screen то вы отправляетесь вот смотрите то есть что у нас здесь в общем то это сам сайт и так как он рассчитан для американских студентов школьников для подготовки к разным экзаменам в принципе у них тут даже есть какие-то курсы по SAT но на самом деле курс по SAT GMAT я бы сказала у них средненькие ну только если так вам для vocabulary можно взять а так я бы их не рекомендовала но смотрите сколько здесь его есть но математику не рекомендую конечно science engineering можно взять отсюда вот выбираете physics кстати у вас есть ap например еще там более сложный вариант вот cosmology astronomy вот chemistry computer programming обязательно world history art history grammar всякие там огромное количество всяких видео с разными интересными людьми которые рассказывают именно про предпринимательство и тоже вы оттуда можете подчеркнуть vocabulary то есть смотрите если мы берем вот первый модуль да это у меня world history и дальше смотрите у меня есть разные модули то есть например начало 600 этих столетий дальше прям вот идет выбирайте один подпункт и дальше у вас идет большое количество всяких статей вот здесь есть квизы которые можете брать но опять-таки вы делаете квиз не для того чтобы проверить хорошо вы знаете мировую историю вы делаете квиз чтобы понять что все вопросы которые вам там задают вам понятны и вы не чувствуете что так это что-то вообще не пойми о чем и вы не понимаете что вы практически все слова вам оттуда известны то есть здесь прям про месопотамию есть про древние какую-то древнюю индию шанхай и так далее все и причем вот это помечено здесь у меня видео а здесь путь статьи тоже видео статьи и после этого вы можете взять practice тест в конце сделать то есть тоже как вариант может быть так сейчас это останавливаю идем дальше соответственно третий совет который я бы хотела дать это делать записи причем делать записи эта советка 3 подошел бы вам и для секции жилинг и для секции ну ладно секции тоже подходит да для секции лысо и для спикинг обязательно и для райтинг то есть в принципе практически для всех четырех секций единственное что для секции рейлинг ну я вам так сказал с натяжкой да но для трех секций однозначно что здесь интересного также это кстати вам пригодится для учебы в иностранном вузе в любом случае если вы куда-то потом поступите то вы сможете и там этим пользоваться например там где у вас идет секция listening вам нужно будет послушать запись и после этого ответить на вопрос по этой записи там где у вас speaking вы должны будете послушать после этого что-то сказать там где у вас идет секция writing вам нужно будет послушать после этого написать сочинение и вот что самое интересное что во всех этих вариантах это запись вы будете слышать ее только один раз то есть вы не можете вернуться или переслушать если вы что-то не услышали то ну все приходится тогда гадать тогда кстати используем вот вариант когда вы делаете elimination то есть вы берете например у вас четыре варианта вы вычеркиваете первый и второй вариант ну который более вам кажется вообще вообще никак не подходит и затем вы оставляете оставшиеся два варианта и из них уже выбираете ну это вот прям только если вы не услышали да конечно если вы услышали или записали почему важно именно делать записи чтобы вы могли успеть это записать То есть здесь именно что нужно делать? Нужно не записывать всю информацию, которую вы слышите. Нужно записывать только ту информацию, которая вам поможет в понимании вот этой лекции или короткого отрывка или диалога, который вы слушаете. Плюс еще постарайтесь записывать, используя сокращение в аббревиатуру. То есть вы не записываете целиком слова, пытаетесь их сокращать и, собственно говоря, придумываете такой небольшой свой собственный язык. Кстати, вот по поводу аббревиатур мы тоже поговорим более подробно на интенсиве. Я прям покажу, какие это могут быть виды аббревиатур и какие наиболее часто распространенные слова нужно будет делать, в общем-то, с аббревиатурами, потому что иначе вы не успеете это все записать. То есть, в принципе, чисто теоретически, например, если вы постоянно практикуетесь, якобы, ну, еще зависит от того, как вы быстро пишете. То есть я, например, когда писала лекции, я практически могла все записать, но я тоже, конечно, делала сокращение. Но у меня, например, есть ученики, которые говорят, что-то я вообще-вообще ничего не могу записать, даже если стараюсь как-то кратко придерживаться вот такого краткого формата. То есть здесь именно нужно специальную технику разработать, как вы эти записи делаете, и вы должны приблизительно изначально понимать. То есть вот это, да, вот это я буду записывать, потому что это важно, а вот это я не буду записывать, потому что это вообще не важно. То есть вроде, например, когда профессор делает какие-нибудь шутки, он говорит так, ну, а вот это, например, да, вы уже до этого изучали, вот это тоже, например, не нужно записывать. То есть там есть определенные свои ходы, которые вам нужно просто знать и изначально уже писать только то, что вам потом может понадобиться. И вот с записями основной совет, который я могу дать еще, это именно практиковаться. То есть чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет ваш результат. Например, вот если вы берете эти ресурсы, которые я сейчас рассказывала, да, где вы можете послушать, вы их включаете, слушаете и делаете записи такие, которые, ну, как у вас получается. После этого вы можете эти записи сравнить с транскриптом и посмотреть, в общем-то, что вы записали, что вы не записали. Да, может быть, какие-то важные моменты вы упустили. Или наоборот, вы все важное записали. И потом, кстати, хорошая вещь, когда вы сделали записи, еще прежде, чем вы смотрите на транскрипт, вы можете попытаться пересказать. Это тоже с использованием вот этих записей и посмотреть, насколько детально и насколько близко к транскрипту будет вот ваша версия. Вот. Это по поводу третьего совета. Давайте тогда я прервусь и посмотрю, есть ли у нас за это время какие-то появились ли вопросы. Трофл может пригодиться только в поступлении в вуз, а для других целей тоже зависит от того, с чем, что вы еще хотите делать. То есть это может быть на работе значительный плюс, допустим, если вы показываете, что у вас трофл на таком высоком уровне, то вам могут дать еще дополнительный какой-то, ну, как бонус, да, за счет того, что это уже точно, однозначно. Это не просто вы говорите, да, там, у меня хороший английский, а вы можете это подтвердить. При миграции вы тоже это можете использовать, но, конечно, основное это для университета, в принципе. Изначально для чего это продумано? Чтобы протестировать, сможете ли вы учиться на английском. Почему не рекомендуете математику на Khan Academy? Я не то, что ее не рекомендую, просто на математику на самом деле реже всего встречается текстов. То есть у вас, например, не будет какого-то текста, как про calculus, например, или про algebra. Чаще всего у вас будет на какие-то вот science, например, engineering, arts, допустим, history, вот такие темы. Поэтому просто не стоит на это тратить времени. Если вы, конечно, хотите улучшить свой уровень английского в этих сферах, вы можете это делать. Но я бы начала именно вот науки, искусство, история, ну, можно немножко программирование, но так совсем немного. И что еще? Ну, entrepreneurship может быть такое. Но основное это, в общем-то, биология, химия, физика, вот такие темы, которые, в принципе, особенно еще для людей, кто гуманитарий, а не технари, то для них это вообще очень сложно. Как, значит, математики для SAT поможет ли? Ну, я, если честно, SAT сейчас уже точно вам не скажу. Я думаю, что, в принципе, чисто теоретически может помочь у нас SAT. Это, конечно, там еще помимо этого нужно... Не, ну, в принципе, да, именно как материалы даже больше, я бы сказала, или как тоже vocabulary, потому что там как раз это встречается. Да, тогда для SAT, да, для TOEFL это не очень актуально, скажем прямо. Есть еще классные курсы Meet Open Coursework. Да, да, в принципе, очень у них интересная информация. Все, в принципе, вопрос... Нужен ли TOEFL в community college? Зависит от того, в какой community college вы поступаете. Например, в Калифорнии во многих community college нужны экзамены на знание языка. То есть это может быть, что вы... Если вы уже где-то учились, на английском тогда нет, но чаще всего да. Можно поискать колледжи, в которых не нужно языкового экзамена, но в большинстве случаев, особенно если колледж неплохой, в принципе, плохой вам как бы и не нужен, то да, лучше, конечно, чтобы был... Они прям просят, чтобы был у вас экзамен. Хорошо, пойдемте тогда дальше, потом посмотрим, если будут еще вопросы какие-то. Следующий пункт, который... Зачем следует следить, в основном, конечно, больше относится именно к секции speaking, это именно произношение. То есть помимо того, что вы должны говорить и как вы должны это говорить, вы должны еще говорить это четко и ясно. То есть расскажу быстренько так вот вкратце, посмотрим, успеем или нет, о критериях, которые вам нужны для... о критериях, которые, собственно, экзаменатор будет использовать, чтобы оценить ваш балл. Пункт первый у вас будет... Он будет оценивать вашу grammar and vocabulary. Вторым делом он будет оценивать, что вообще вы говорили. И третьим пунктом он будет оценивать вот как раз-таки, как хорошо он смог понять то, о чем вы говорите. То есть если он не смог понять, о чем вы говорили, как бы классно вы не говорили, какая бы замечательная у вас не была бы грамматика или сложный уровень словарного запаса, вы не можете получить хороший балл. То есть получается чисто теоретически у вас, ну, в принципе, не теоретически, у вас одна третья вашего балла зависит от того, как четко вы будете что-то говорить. Ну, вообще то, о чем вы будете говорить. Поэтому что здесь делать? То есть у меня есть, например, ученики, которые очень хорошо говорят на английском, но при этом они так нечетко изъясняются, что это очень сильно влияет на их балл. Поэтому вот с этим нужно именно отдельно работать. Причем это может быть не то, что вы говорите на английском нечетко, это может быть, что вы вообще чисто по жизни не очень четко говорите, и тогда вам тем более будет еще сложнее, потому что вам нужно именно эту четкость речи вырабатывать. Особенно это работает сложно на записях, потому что одно дело вы говорите просто так с человеком. И он, в принципе, даже если вы не очень хорошо изъясняетесь, он вас понимает. В то время, когда человек вас слышит в записи, так еще он помимо того, что вас слышит, он вас не видит. То есть он не видит, как у вас двигаются рот, куда вы там постоянно смотрите, как вы еще жестикулируете. Он этого вообще ничего не видит, он просто слышит вашу запись. В результате получается, что ему втройне сложно понимать, о чем идет речь. Поэтому, если вы собираетесь тренировать спикинг и тем более произношение, постарайтесь, чтобы изначально вы это делали регулярно. То есть, например, где-то 15-30 минут в день вы тратите исключительно на спикинг. То есть вы садитесь, начинаете рассказывать. И вот такой важный пункт – постарайтесь записывать себя на диктофон. Почему это важно? Потому что если вы, например, когда-нибудь себя записывали, как вы звучите на английском? Скорее всего, нет. То есть вы не знаете, как вы звучите, собственно, как вы говорите, какие звуки вы произносите, какие вы не произносите, что вы, например, из русского перетянули, что вы из русского не перетянули. То есть, получается, вы изначально, когда начинаете тренироваться, если вы себя не записываете, вы, собственно, как-то не можете себе особенно помочь, потому что вы не понимаете, что нужно менять. Поэтому это просто реально очень важно делать записи. И вы, когда записали себя, вы пытаетесь послушать и вообще подумать, окей, так, вообще изначально это звучит четко или я даже сам не понимаю, если честно, о чем я говорю. Если это звучит четко, вы можете заодно услышать какие-то грамматические и лексические ошибки, которые вы делаете. То есть вы становитесь для себя как бы самопроверяющим. И вы можете... Ну, конечно, лучше, если вас кто-то... Да, что вас кто-то слушал со стороны, потому что надо убрать, что вы повторяете одну и ту же ошибку, вы ее не слышите. Даже когда вы слушаете, просто потому что... Ну, вам кажется, что это правильно. Но при этом даже какие-то моменты вы можете сами отловить, пока вы прислушиваетесь к тому, о чем вы говорите. Следующий пункт, кстати, по поводу того, как делать записи. Вы можете это делать на телефоне, это безусловно. Например, на айфоне есть, да, вот этот voice. Сразу изначально у вас диктофон, он включен. И, например, можно это делать на компьютере. Сейчас я попробую открыть на компьютере, чтобы показать вам, есть такое классное приложение. Оно, к сожалению, не позволяет сохранить ваши записи. Ну, по-моему, там, кстати, сейчас как-то даже стало, можно их сохранять, но чаще всего, да, оно вам не позволяет это делать, но оно позволяет вам, собственно, их сделать весьма быстро и не тратить на это время. О, вот все, я нашла. Сейчас я сделаю share screen. И сейчас я покажу, что это будет. Вот. Собственно, называется Walker Room. И здесь, смотрите, у вас очень простой интерфейс. Вы можете нажать записать, да, можете отредактировать шум, звук. И вы можете потом прослушать. В принципе, видите, он мне предлагает даже его сохранить. Но, если честно, он как бы не всегда сохраняется. Поэтому я бы сказала, что он не используется для того, чтобы сохранять ваши записи. Сохранять записи вы можете на телефоне, да, Voice Mamas на iPhone, он прямо изначально у вас есть. Или на любом Android, в принципе, можете скачать. Я не думаю, что это проблема. Кстати, почему мне еще нравится это делать на телефоне? Потому что у вас получается такая, как собственная библиотека ваших записей. И вы можете отслеживать ухудшение, там, ухудшение вашу динамику. Вы можете возвращаться к старым записям, переслушивать их, потом идти дальше на новый. Помимо записей, я еще очень советую делать так называемый technique shadow. Это если вы пытаетесь слушать и сразу же повторять за native speaker. То есть, почему он называется shadow? Это как ваша тень. То есть, вы прям следуете за ними и прям, ну, где-то даете себе, может быть, там, пару секунд стопа для того, чтобы у вас мыслить, что они сказали, и прям сразу начинаете повторять. В общем-то, это тот же самый процесс, который мы делаем, когда мы говорим на русском языке. То есть, изначально, да, мы же прислушиваемся к тому, что говорят люди вокруг нас, и только потом мы уже начинаем это повторять. Поэтому у нас очень хорошо получается. Изначально у нас нет акцента. И если вы будете делать то же самое в английском, то, собственно говоря, у вас будут просто значительные успехи в этом деле. Именно потому, что вы слушаете и повторяете, и вы стараетесь имитировать. Желательно, кстати, еще найти, например, какого-то человека, которому вам либо очень нравится, либо очень не нравится, как он говорит, чтобы у вас заодно это вызывало какие-то эмоции. Тогда это будет просто вообще еще очень хорошо работать вдвойне. Еще один пункт, который следует учесть, это не пытайтесь угадать произношение слова, которое вы видите. Не пытайтесь как-то его по-своему произнести и потом уже проверять. Постарайтесь проверять его изначально в словаре. То есть, так как многие слова не читаются, как они пишутся, то если вы будете пытаться самостоятельно как-то это прочитать, вы можете просто запомнить много слов с ошибками, и потом это придется исправлять. Собственно говоря, зачем это исправлять? Если проще изначально, вы можете посмотреть в, например, Macmillan Dictionary или Cambridge Dictionary. Там есть и транскрипция, и сразу там есть вариант, чтобы прослушать то, что вы... Ну, то слово, которое вы хотите узнать. И, в общем-то, в принципе, есть еще большое количество способов, как улучшить свое произношение. Просто я думаю, о, да, мы сегодня не успеем их обсудить. Я тогда буду рассказывать о них на интенсиве. Например, Reverse Accent Mimicry. Это очень классный тоже вариант и очень оригинальный, я бы сказала, для улучшения своего произношения. Именно еще и акценты. То есть вот здесь это тоже можно применить. Давайте пойдем дальше. И, соответственно, последний пункт... Ой, сейчас я остановлю демонстрацию экрана. Так. Последний пункт, который вы можете использовать, ну, это, по которому я буду говорить. Сегодня это скорость печати. То есть это кажется таким, как, в общем-то, не имеет к английскому никакого отношения. Это да. Но помимо того, что это не имеет отношения к английскому, это еще вас очень-очень поможет в секции writing. Потому что большинство людей, они как действуют? Они печатают вот по типу Hunt and Peck. То есть вы сперва долго-долго ищите клавишу, а затем вы одним пальцем на нее нажимаете. Ну, даже если не одним пальцем, а несколькими. Это все вот так вот очень занимает много времени. В результате большинство людей не успевают писать эссе на трофу просто еще не потому, что они не знают, что писать. Просто пока они найдут одну, вторую, третью букву, то время уже все проходит. Поэтому здесь прям, особенно если у вас еще есть время, ну, даже если у вас уже мало времени, постарайтесь уделить этому какую-то часть своей подготовки. И именно попробуйте метод, который называется touch typing. То есть, например, вы не смотрите на клавиатуру, когда печатаете, вы пытаетесь... То есть там есть специальное расположение ваших пальцев, куда вы смотрите, что вы, соответственно, куда вы набираете каждый раз. И это, конечно, на самом деле намного дольше тренировать, чем вот так вот все выискивать, да, но это позволит вам намного быстрее печатать. То есть это прям очень классный метод. Вы можете найти в YouTube большое количество роликов на typing. И помимо этого, вот помимо этих роликов, еще также можно... Я сейчас покажу две программы классные, которые можно использовать. Это... Так, это онлайн будет сайт. Сейчас, минуточку. Вот. Собственно, первый это ENSlang.org. Видите, у вас прям здесь целые уроки есть. Подробно потом есть практика после каждого занятия. И вы можете прям по максимуму здесь тренироваться. И после этого проявят второй сайт еще, который у вас здесь есть. Это Power Typing. Я тоже очень его рекомендую. Это Lessons for US Quarter. То есть то же самое здесь у вас урок. И прям можно сразу это практиковать. И на самом деле есть еще тоже несколько разных программ. Какие-то вы можете прям даже скачать на компьютер. И это реально очень сильно помогает. Потому что представьте себе, у вас сочинение где-то на слов 300-400. 400-400 это, в общем-то, минимум за 30 минут, которые вам нужно написать, продумать, откорректировать. То есть, представляете, это, в общем-то, задача не из простых. Даже если вы быстро печатаете. А если вы печатаете медленно, то, конечно, это, скажем прямо, не будет вас замедлять. Давайте посмотрим тогда, кстати, вот. Я совсем забыла про вопросы между двумя секциями. Сейчас я останавливаю туда share screen и посмотрим на вопросы. Так. 110. Ну, 110 у меня как раз недавно была ученица, которая набрала 110. И, на самом деле, в принципе, я бы не сказала, что у нее был очень такой вот прям сильный уровень. То есть, ну, он, конечно, был, но больше именно это то, что когда у вас уровень, я говорю уже, advanced academic vocabulary, вы просто должны понять, что еще вам делать, в какой секции, куда смотреть, чтобы не было такого, что вы открываете компьютер на экзамене и понимаете, что это такое, да. Вы не знаете, о чем говорить, или не знаете, что писать, или что дальше отмечать, у вас ничего не должно вызывать таких скамнений, я бы сказала, или вы думаете, так, что это вообще такое. То есть вот здесь это именно практика, ну, и, конечно, уровень языка. То есть вот прям слушайте все, что вам попадается, читайте. Ну, и, безусловно, есть определенные, как бы, такие, я бы сказала, пункты, которые нужно использовать в reading и в listening. То есть, например, если вы начинаете читать целиком текст и пытаетесь полностью вникнуть в эту идею, то, скажем прямо, вам очень сложно набрать максимальный балл части reading. Так, сдала на 73, хочу 105. Ну, если сдали на 73, то вам, безусловно, нужно еще подтянуть vocabulary. Попробуйте взять Barron's, например, IELTS книгу и попробуйте взять еще вот category, и начать прям усиленно улучшать vocabulary. И плюс к этому, возможно, вы просто что-то делали не так в какой-то секции. То есть у меня, например, есть ребята, которые приходят и говорят, вот, не знаю, у меня, например, всегда получается 100, я хочу там 110. И мы начинаем, я думаю, хорошо, давайте вы сейчас ответьте на вот этот вопрос в спикинге. И оказывается, что у них есть какая-то такая маленькая деталь, которую, в принципе, нужно просто поправить, и балл намного сильнее будет, намного выше. То есть они, это как бы, ну, всегда сложно понять, когда ты себя слушаешь со стороны, вроде кажется, я все сделала по максимуму, да, то здесь именно нужно обращать внимание на какие-то пункты, которые вы можете изменить, помимо того, что вы, конечно, улучшаете ваши vocabulary. Так, давайте посмотрю еще, что здесь есть. Куда писать? Понятно, это здесь писать. Хорошая ли книга Cambridge Preparation for the TOEFL Test? Да, про книги чуть более подробно буду говорить на интенсиве, но Cambridge Preparation for the Test будет, в принципе, очень неплохая книга, потому что она чуть, ну, так я бы сказала, совсем чуть-чуть сложнее, чем сам экзамен. То есть ее я бы не советовала брать изначально, потому что вам покажется, что это реально очень сложно. Я бы взяла для начала что-то попроще, а затем уже перешла бы к ней. Да, мы обязательно со всеми делаем это перед самим экзаменом, чтобы, ну, когда вы уже потренировались на чем-то, что сложнее, вам, в общем-то, проще понять, что... А потом на экзамене вам проще будет просто сориентироваться. Советайте оффлайн-словарь для телефона, приложение для запоминания слов, пожалуйста. Ну вот, да, здесь и вам советуют. Я бы посоветовала для запоминания слов Quizlet приложение. Мне оно прям очень нравится. Можно еще Linguleo взять, но мне кажется, Quizlet такой более интересный вариант, потому что там вы просто можете забить все эти слова и дальше тренировать их. А когда у вас там, например, представим, что слов где-то порядка 100, например, 100 с чем-то, то если вы тренируетесь, например, и пытаетесь их все запомнить, просто записывая их в сфератку, то, ну, скажем прямо, это будет сложновато. Хотя у меня, в принципе, был один ученик, который говорил, что он просто выписывает слова и запоминает, там, запомнив какое-то огромное количество слов, но это не приносит большого смысла. Поэтому в Quizlet прям вы можете какие-то словосочетания тоже забивать туда и запоминать. Посмотрите, пожалуйста, сайт, где можно включить прослушивание. Нет-нет-нет, Can Academy, то, что вы говорите, начинается на K, это не сайт, где можно включить прослушивание. Это сайт, где вы можете послушать всякие, прочитать статьи на разные темы, и вот для которых школьников американских можете послушать, это будет NPR, то есть три буквы, я его показывала вначале, вы, кстати, потом можете отлистать вебинар и увидеть вначале, я его показывала. И здесь не все статьи, но некоторые статьи, в общем-то, много статей у вас будет именно с аудированием. И, в принципе, VOA, там иногда бывают тоже аудирования или бывают видео, то есть вы можете прям там выбрать там Listen Live или можно выбрать, там, смотреть что-то Broadcast Programs. Так, Top of Community College, это я смотрела. Давайте еще посмотрю или пойдем дальше. Так, вопросов пока больше нет. Смотрите, еще один такой момент, который нужно учесть, когда вы готовитесь к экзамену, это то, насколько четко вы можете излагать свои мысли. Вот это еще по поводу райтинга, и в принципе это для спикинга тоже подходит. То есть, приведу пример. Если вы пишете сочинение, и вы понимаете, что вот вы изучили структуру, да, что писать, куда писать, да, там у вас есть шаблон к написанию сочинения, вы уже знаете, что изначально должно быть, вы еще должны обращать внимание на то, что так же, как и в спикинге, экзаменатор должен вас понять, пока вы говорите. Он также должен вас понять, пока вы, собственно, пишете ваше сочинение. Потому что у меня, опять-таки, есть ребята, которые говорят, что, ну, в принципе, я все понимаю, как писать сочинение. Я понимаю, что, куда вставлять, да, ну, я даже понимаю, какие примеры приводить. Но когда я начинаю писать, я как-то весь там ухожу в детали, или наоборот, недостаточно даю детали, или часто очень пишут так, что вроде бы сочинение есть, оно хорошее, у него хорошие выкебины, но непонятное вообще ни слова из того, о чем человек, в общем-то, хотел сказать. То есть вот здесь очень важно не уходить в какие-то сложности, а лучше постараться, ну, вот написать это как можно более, ну, я бы не сказала просто, но это должно быть понятно. То есть постарайтесь не использовать те слова, которые вы не до конца уверены, в чем вы не до конца уверены, как они, собственно, употребляются, какое у них будет значение, и может ли это слово употребиться вот в этом контексте. То есть вот этого стоит избегать, потому что вы больше потеряете баллов, чем реально приобретете. Поэтому вот я бы это точно убрала. И еще по поводу самого именно экзамена, когда вы сдаете его, хорошо было бы обращать внимание на паузы, которые у вас есть между секциями. Вот эти паузы очень важно использовать для того, чтобы вы могли дать себе отдохнуть. То есть это, в общем-то, такой тоже как бы не относящийся к английскому совет, но реально это очень хорошо работает. То есть, например, пока у вас идет в самом начале, кстати, я тоже на интенсиве буду показывать скриншоты с программ, которые выглядят именно как сам TOEFL, у вас есть изначально в каждой секции какая-то инструкция. И в этой инструкции, пока там будет долго спикер зачитывать, что у вас сейчас будет столько-то текстов, столько-то аудирований после этого текста, и пока он вот это зачитывает, вы можете просто закрыть глаза, там, не знаю, лечь на парту параллельно, или просто как-то релаксироваться. Не нужно в этот момент сидеть и вот так стараться, пытаться увидеть, что там будет дальше, потому что вы это изначально уже должны знать. Если вы пытаетесь, например, вот прочитать все это, или как-то сконцентрироваться, какие-то чемплейты вперед записать, вы просто еще больше устаете, потому что на самом деле сидеть только времени перед компьютером и постоянно концентрироваться, это реально очень изматывает. Поэтому постарайтесь вот делать такие паузы, перерывы. Можно между каждой секцией, можно также посередине секции давать себе одну-две минутки, чтобы отдохнуть, и это очень хорошо работает. Вы увидите, у вас прям баллы будут выше, выше и выше с каждым разом, если вы правильно это делаете. Так, давайте посмотрим тогда на, собственно, тех, кто... Так, 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 сейчас есть ли еще какие-то вопросы? Давайте я посмотрю. Так, вопросов у нас больше нету пока. Ну что, тогда будем заканчивать. Смотрите, по поводу LinguaBook, если кто-то все-таки хочет записаться на интенсив, то обязательно бронируйте. И сегодня до 23 мы посмотрим тех людей, кто... среди тех, кто забронировал, мы выберем победителя, и, соответственно, те двое людей получат LinguaBook в подарок. Вы и с вами свяжутся по почте. Тогда давайте сделаем так. Все, тогда до встречи, ребята, на интенсиве. Записывайтесь. Я буду очень рада с вами встретиться и подробнее рассказать обо всем, о чем мы будем с вами... в общем-то, что нужно знать для сдачи экзамена. Прямо пройдемся по написанию сочинений, разберем шаблоны, какие, как писать, куда, что записывать, как говорить, что нужно говорить на спикинге, потому что на самом деле это весьма сложная секция, я бы так сказала, хотя она самая короткая. То есть я дам советы о том, как правильно делать записи. Кстати, в секции спикинга вам тоже понадобится делать записи, потому что у вас там будет лекция и текст, и нужно именно очень правильно выбрать ту информацию, которой вы будете говорить. То есть это мы все там обсудим. И до встречи тогда. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то еще вопросы, и тогда будем заканчивать. Так. Давайте так. Пока вопросов больше здесь, я понимаю, нет. Так, какой примерно словарный запас? Ну, так, сейчас. Так, 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 так. Что делать с reading? Это же самая сложная часть, разве не так? Ну, смотрите, конечно, reading это... Вы правильно пишете, что одних слов недостаточно для того, чтобы правильно сделать эту секцию. Об этом будем подробно разговаривать на интенсиве. То есть у нас будет прям по лекции на каждую тему, да, то есть, например, на секцию reading будет целиковая лекция, на секцию listening. Просто я сейчас вам так быстро не расскажу, что там нужно делать. Тут нужно именно знать определенную стратегию, как вам отвечать на каждый разный тип вопросов. То есть там есть разные типы, и к каждому типу вы определенную используете стратегию для того, чтобы ответить на него. Причем там как бы на самом деле, в принципе, есть такие моменты, где после этого очень просто отвечать на вопросы. У меня прям ученики говорят, что это так было, для этого сложно, а теперь оказалось очень-очень просто. Так. И какой примерно словарный запас нужен по имени-то словарный запас для того, чтобы сдавать именно экзамен или про меня? Это не совсем понятно. А вот словарный запас, где вы сделали ошибку, имеется в виду, почему 119, а не 120. Смотрите, у меня, я думаю, я тогда не заказывала какие-то, например, вот сейчас можно заказать, кстати, после того, как вы экзамены сдаете, вы можете заказать такой, как небольшой, он там вы доплачиваете, и у вас будет лист, где экзаменатор напишет, что у вас было правильно, что у вас было неправильно. Ну, не то чтобы для reading listening, именно для speaking, то есть они анализируют чуть-чуть более подробно ваш балл. Я такое не заказывала, поэтому я не знаю, если честно, в чем у меня была ошибка, но я думаю, что, может быть, в принципе, не знаю. Я не очень присмотрела, если честно, секцию writing, как бы я изучала структуру экзаменов, да, но, может быть, там я где-то ошиблась. Я, если честно, так и не выяснила, где я сделала ошибку, но мне было бы, конечно, интересно узнать. Можно ли тренироваться над голосом помощники Siri? В принципе, да, вы можете это делать. Ну, единственное, я бы не сказала, что это прям очень эффективно. Мне кажется, что лучше все равно себя записывать. Но можно, да, как вариант, это тоже сделать. Да, Quizlet, это по поводу советов. Так, так, так. Так, смотрите, то есть, в общем-то, да, тогда будем заканчивать. Смотрите, если вы хотите получить в подарок бесплатно LinguaBook, то бронируйте интенсив сегодня до 23 по 59 по Москве, и вы получите тогда в подарок LinguaBook, и тогда до встречи на интенсиве, ребят. Всем пока!